На этой неделе состоялась встреча молодых избирателей с председателем территориальной избирательной комиссии «Славинская». Главная тема для обсуждения – приближающиеся выборы глав поселений и депутатов городского и сельских советов. Выборы – важное событие в жизни каждого жителя нашего района. По статистике, пожилые люди активнее принимают участие в голосовании. Они особенно ответственно относятся к исполнению этой миссии. Ведь каждый из них до конца понимает, что значит его голос в решении будущего нашей малой родины. В Славинском районе уже работают 62 участковые избирательные комиссии. Началось досрочное голосование на всех избирательных участках для тех людей, которые не смогут прийти в день голосования по каким-либо уважительным причинам. Такие избиратели могут проголосовать с 3 по 13 сентября с 12 часов дня до 8 часов вечера. В выходные дни отдать свой голос можно с 9 утра до часу дня. Об этом и многом другом учащимся техникумов Славинского района и филиала Кубанского государственного университета рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славинская Анатолий Чумаков. По его словам, такие встречи нужны для того, чтобы привить интерес молодёжи к процедуре голосования. Для чего мы им рассказываем? Мы рассказываем, вот эти мероприятия проводим и рассказываем, чем занимается, допустим, молодёжь, чем занимается избирательная комиссия, для того, чтобы они могли передать то услышанное, что они сегодня услышали, именно своим друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам, соседям и так далее. Я, допустим, сегодня дал информацию им о том, что состоятся выборы 14 сентября, как они будут проходить, как будет организовано голосование, что нужно идти на выборы для того, чтобы определить свою жизненную позицию. Организована такая встреча управлением по делам молодёжи и территориальной избирательной комиссией. В рамках диспута мы выбираем. Начальник управления по делам молодёжи Олег Смольников провёл викторину. Двум командам были заданы 15 вопросов по теме выборов. За каждый правильный ответ команда получала один балл. За выгрики с места – штрафной балл. Также участникам предложили поиграть в игру. Капитан команды должен был рассказать, как от имени депутата привлечь молодёжь проголосовать за него. Победила команда, которая предложила каждому, кто придёт голосовать, билет на дискотеку. Проголосовать – это гражданский долг каждого. Приходя на выборы и опуская бюллетень в избирательную урну, люди тем самым подтверждают – они граждане своей страны. Граждане, которым небезразлично будущее России, Кубани, своего района, поселения. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».